Доброе время суток, меня зовут Дарт, и добро пожаловать в мой гайд по интерфейсу в UI. В прошлый раз я закончил с индикаторами здоровья, и в этот раз хочу пробежаться по панелям команд. Давайте посмотрим, что у нас там принципиально есть. Общие настройки. Здесь первым делом всё понятно и очевидно, включить или отключить их. Если вы используете что-то ещё, вы хотите отключить, естественно. Сразу замечаю, что такие аддоны, как Mask или ButtonFassad, которые немного меняют стилистику панели команд, на LVE просто-напросто не работают. Так что вам, возможно, понадобится это отключить, если вы хотите использовать их. Ну и тогда вам придётся ставить что-нибудь ещё. Далее. Назначение клавиш. Это вот такой режим, который позволяет назначать клавиши без захода в обычное меню. То есть не Escape, назначение клавиши там искать, а можно просто навести мышку, нажать какую-нибудь кнопку, и вот мы видим, появилось новое назначение. Соответственно, это можно сохранить, отменить или поставить галочку для каждого персонажа. В принципе, это всё то же самое, что и обычное назначение клавиш, то есть вот эта галочка берётся прямиком отсюда. Все назначения также висят здесь. В этот режим также можно войти, введя на клавиатуре слэшка B. Едем дальше. Название макросов. Если у вас на панели есть какой-то макрос, при включённой галочке вы увидите его название, вот как здесь. Видно его, конечно, откровенно плохо, но что поделать. Дальше. Текст клавиши, это, собственно говоря, тоже назначение. Если я его убираю, эти назначения нет, работаем на автопилоте. При нажатии мышки. Эта опция перекочевала из стандартных опций Blizzard. Это значит, что если вы пытаетесь что-то засоздать, прокастовать, сделать, то действие будет выполняться уже после, сразу же, как только вы нажимаете кнопку мыши, а не после того, как вы её отпускаете. Ну, вот ради примера. У меня есть, это у нас, вихорусова. Я зажимаю кнопку, как вы видите, она подсвечивается, типа зажато, ничего не происходит, отпускаю, появляется прицельчик. При включенной галочке я зажимаю, как вы видите, я его ещё не отпустил, но прицел уже есть. Дальше. Кнопка перетаскивания. В установке я говорил, что Wii выставляет именно её. Это модификатор, зажав который, можно менять заглядания местами на панелях. Если вы проставите нет, то вы не сможете их менять принципиально. То есть никак, не с отпущенными модификаторами, не с нажатыми. Далее. Отображать всегда. Это тоже перекочевало из опции Blizzard. Это значит, что отображать клеточку для пустого слота. То есть у нас здесь ничего нет. Я убираю галочку, все эти слоты поисчезали. Вне радиуса и мало ресурса. Это окраска кнопки в соответствующий цвет. Вне радиуса, если цель, которую вы выбрали, находится далековато для ваших заклинаний. Вот как здесь я не могу достать до манекена. Мало ресурса, это значит, что у вас просто не хватает на это дело маны, ярости, энергии или какого-либо другого ресурса. Шрифты. Относятся они исключительно к назначениям клавиш. То есть, видите, я выставил немного больший размер по умолчанию. Там, если не ж, в S12. Или даже 9. Но мы можем его менять. Соответственно, это шрифт, который здесь используется, и его граница. В целом, здесь все было очевидно. Едем дальше. Кнопка босса. Это вот эта вот большая штука посреди экрана, которая, людям, обычно мешается. Единственное, что мы с ней можем сделать, это поменять ее прозрачность. Сделать менее видимой, чтобы сквозь нее можно было смотреть, что там, черт побери, происходит. Далее, микроменю. Микроменю — это та панелька, на которой у вас отображаются кнопки персонажа, достижений, атласа и так далее. То есть, вот она. По умолчанию она скрыта. Почему? Потому что тот же самый функционал есть, на самом деле, в миникарте. Только он немного заныкан. Чтобы вызвать почти такую же вещь, мы нажимаем средней кнопкой мыши на карте, появляется такое меню, которое даже по расширению самого основного микроменю. Потому что в микромене нету ни часов, ни отчета из гарнизона, и, собственно говоря, в данном случае, главное меню. Как видите, тут напрочь отсутствует. Для того же результата можно добиться, если вы зажмете shift и нажмете правой кнопкой мыши. Будет ровно то же самое. Итак, поехали по настройкам этой панельки. Прозрачность, тут все относительно понятно, насколько вы хотите сквозь это дело видеть. При наведении, наводите курсор, появляется, убираете, исчезает. Кнопок в ряду, количество кнопок, которые он будет показывать на ряд. По умолчанию 11, но мы можем сделать какую-нибудь вертикальную, если поставить на ряд по одной кнопке. Отключаем, едем дальше. Панель 1. Ну и все остальные панели, от 1 до 6. Это то, что нам в стандарте Blizzard дает побаловаться просто так. Настройки у них у всех одинаковые, поэтому все остальное я смотреть сразу не буду. Так, включить. Ну, использовать данную панель, если вы не хотите ее использовать, вы просто убираете галочку, ее видно не будет. Восстановить панель, это привод панели на настройки по умолчанию. Точка фиксации, это к какой части реального размера панели будет крепиться первая кнопка. О реальном размере панели чуть-чуть попозже. Фон, показывает сам фон панели, небольшое затемнение, в противном случае вы можете видеть в промежутках между кнопками. При наведении работает так же, как и с микро-меню. Наводим, появилось, убираем, исчезло. Также количество кнопок ровно то же самое, вы можете сделать себе какие-нибудь маленькие панельки. Кнопок в ряду, опять же, работает точно так же. Мы выставляем любое количество, которое нам нужно. Кстати, вот тут вы можете уже заметить, что первая кнопка у нас висит снизу слева, так же, как и установлена здесь. Если я это поставлю сверху слева, она поедет сюда. Сверху справа, соответственно, она уедет вот. Вот таким макаром можно устроить себе панель в обратном направлении. 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть не слева направо, а справа налево, как обычно. Так, дальше. Размеры кнопок. Тут все более или менее опять же очевидно. Мы можем их делать какого нам угодно размера. Отступ. Это отступ между кнопками. Причем надо заметить, что чем больше отступ, тем больше расстояние между самими кнопками и границами фона. Фон, надо как раз заметить, и является показателем реального размера панели. То есть вот она у нас какая. По такому же размеру выставляется ее фиксатор. Если вы начнете смотреть, он именно идет по фону. Дальше. Множитель высоты, множитель ширины. Увеличивает, умножает размер панели на данное значение по высоте и по ширине. Вот так это примерно выглядит. Опять же, это делает фиксатор заметно больше. Зачем это нужно? Ну, чисто в теории. При включенном фоне можно все панели запихать под один фон, потому что если повключать у них все фоны разом, свести их относительно в одно место, там будет очень много лишних полос. И статически смотрится некрасиво. Едем дальше. Прозрачность. Опять же, вполне себе очевидная опция. Чем меньше, тем больше сквозь них видно. Ну, чем меньше прозрачность, тем, естественно, хуже видно цвета того же вне радиуса и отсутствие ресурса. Далее. Переключение панелей. Это смена такого, какая панель на данной показывается при каких-либо условиях. Тут такая маленькая ремарочка. Реально, Blizzard дает нам 6 панелей, но всего их на самом деле 10. Остальные 4 используются в крайних случаях. Например, если вы переключаете форму друида. То есть я сейчас выйду из совы. И вы видите, что у меня немного здесь меняются заклинания. Потому что это абсолютно другая панель используется для совы. Точно так же для медведей, для кота используются разные панели. Поэтому на друидах, на воинах, на разбойниках иногда возникает такая ситуация, что вы поставили какой-то аддон на несколько панелей, вы начинаете выставлять заклинания, а у вас где-то там что-то дублируется. Это происходит именно из этого переключения. Условия работают по тем же условиям, что и макросы. Бонусная панель 1 в данном случае это код. То есть это для кота вне стелса. Семерка для кота в стелсе восьмерка. Для демонстрации. Вот у меня код вне стелса. Вот у меня код в стелсе. Теперь я хочу, чтобы у меня у обоих котов была одна и та же панель. Я могу это сделать вот так. Как видите, панель переключилась, и при входе в стелс она в общем-то не меняется. прозрачный код. В стелсе все нормально. Или я могу сделать так. Ставить здесь семерку. Это я вырезаю. Но в стелсе я тоже убираю. Теперь в коте в стелсе вы, не в стелсе. Вот всегда будет одна и та же панель. Тот же самый, собственно говоря, способ. Таким образом вы можете уменьшить количество используемых панелей и освободить некоторые, если вы поставили какой-нибудь плагин на увеличение их количества, отображаемого на экране. Итак, упс. Вот так. И вот так. И возвращаемся в нормальный вид. Или я где-то... Ну, вы в порядке. Дальше. Что можно с этим сделать? Вы можете, зная вот эти значения бонус-баров, их можно подсмотреть на какой-нибудь в Уфпедии, и, в принципе, интернет вам в помощь. Можно проставить это переключение для нескольких панелей разом. Например, я хочу, чтобы здесь... Да пусть будет ровно тоже. А, так, вторая отключена. Тогда будет третья. Видите, тут у нас всё заметно поменялось. Я также переключаю в кота, она точно такая же становится, как и у кота. Всё, в принципе, начинает работать по тому же принципу. То есть вы можете уменьшить количество используемых панелей, но при этом заставить их переключаться в зависимости от условий. То есть вам надо три панели вместо шести, вы на каждой проставляете какие-то переключатели, и, допустим, в саве у вас на трёх панелях одно, в кота другое, там, если это говорит о войне, в прот-стойке одно, в боевой стойке другое. Дальше, статус отображения. Это в зависимости от разных ситуаций, опять же, по условиям макросов, опять же, это можно найти в интернете или на ловпедии, показывать или скрывать панель. Самый яркий пример у нас находится здесь. Vehicle UI, это значит, что вы в машине. Override Bar, значит, что у вас перезаписана полоса, это специальная такая полоска. Pet Battle, это если вы в битве питомцев. То есть у нас по стандарту первая панель прячется в этих условиях, вторая, все остальные прячутся в этих условиях. Мы можем добавить ещё нечто другое. Например, не в бою спрятать. принимаем, и увидим, у нас всё исчезло. Сейчас мы войдём в бой, стукнем в манекен, панель появляется. Выходим из боя, панель, естественно, исчезнет. Только надо дальше побежать от манекена. Панель исчезает. Также можно накрутить свои условия. Если вам нужно, чтобы, допустим, в бою при наведении использовались, или вообще какие-то абсолютно разные условия для боя-небоя, опять же, есть плагин, который балуется такими вещами, можно найти. Едем дальше. Панель питомца. Аналогично всем остальным панелям, я сейчас не Warlock, не Hunter, я вам не могу её показать. Выглядит она ровно точно так же, то есть максимум кнопок, отступы, размеры, фоны, наведения, множители, прозрачность, статус отображения, переключения у неё принципиально отсутствует, поэтому его здесь и нету. Ведь условия здесь намного круче наворочены. То есть это при наличии пэта, не в машине, не при оверрайде, не при захвате чего-то. В принципе, в основном всё то же самое. Панель стоек. У неё, как видите, опции ещё меньше, остаётся только стандартные ползунки, плюс стиль. Стиль у нас делает что? Как вы видите, я сейчас в сове, и другие иконки немного затемнены. Если я выйду из совы, всё становится одинакового цвета. Так вот мы переключаемся. Но если мы поменяем стиль с неактивной затемнены на классическую, будет так же, как и в стандартном интерфейсе. Появляется вот такая штучка. Заметьте, что если вы переключили стиль, находясь уже в какой-то форме или в какой-то стойке, изначально она сразу не поменяется. Вам придётся выйти в неё и зайти за нами. Уж такое ограничение, извиняйте. В принципе, на этом всё. Я надеюсь, что с опциями вам более или менее стало всё понятно в этом плане. Ещё раз повторюсь, если вы, допустим, друид, то ставить плагин на увеличение количества панелей не самая хорошая идея. Ну, разве что вы будете хорошо копаться в опциях переключения. Точно такое же относится к воину и к разбойнику. У них тоже переключатся панельки. Поэтому будьте с такими плагинами поосторожнее. И спасибо вам за просмотр. Удачного дня! Продолжение следует...